Пока одни растения спят, другие активно цветут. В этом году те, что зацветают весной, решили порадовать гостей дендрария уже в январе. Камелия, жимолость, айва, мимоза. Пробиваются к свету в январе даже подснежники, как в сказке маршака 12 месяцев. Тем временем сейчас сезон посадки саженцев. Сажаем растения в зависимости от того региона, частью которых является отдел. Здесь у нас находится отдел Северной Америки, чуть ниже Мексика. Если мы спускаемся в какой-то другой отдел, например Австралия, там мы сажаем эвкалипты, красивые тычинники. Это красивые растения с красными, розовые, белые соцветия. Очень радующие посетители в летний период. Специалисты дендрария приводят в порядок все зеленое хозяйство парка. Это и уборка сухостоя, и обрезка растений, и в первую очередь посадка саженцев, а их более тысячи. Причем 560 выращены в интервьюционном питомнике самого дендрария. Времени мало, пока стоит хорошая солнечная погода, необходимо завершить все работы. Сейчас сажают магнолию, эвкалитые, хвойные растения, редкие виды кипарисов и сосен. Несмотря на то, что растений тут тысячи, только сосен 80 видов, каждый год дополнительно подсаживают сотни новых. У деревьев срок жизни не как у людей. Вот этому кипарису 72 года, и он считается молодым, а этому уже 137 лет. Кипарис многоствольный, что большая редкость. Кстати, к исследованию старейшего дерева были привлечены крымские ученые Никитского ботанического сада. Совершенно не похож на ту свечку, которую люди ассоциируют с кипарисами. Интересное дерево, редкое, крупное, старое. И нам помогли определить, что начались уже небольшие гнили, что поможет нам принять соответствующие решения. По мнению ученых, старейший кипарис срочно необходимо оздоравливать, так что в самое ближайшее время территория вокруг него будет огорожена. Елена Овсецин, Алексей Давыдов, телекомпания ФКТ.